Все вы знаете про эти думерские плейлисты, которые загружаются на ютуб и объединяют в комментариях людей. Вот вы не задумывались, почему такая большая популярность у этого всего думерского движения? Не думали, почему так происходит? Так вот у меня есть ответ. Так получилось не только потому, что думеры скучают по своим временам и депрессия делает свое дело. Я уверен, одна из причин это то, что людям надоел хип-хоп. Очень многим людям рэп начинает уже просто надоедать, несмотря на то, что там есть очень много классных исполнителей. Но все вот эти песни, которые предлагаются тебе в этих плейлистах, кажутся чем-то далеким, но очень знакомым. Однако я заметил одну маленькую деталь. Большинство вот этих песен и групп, приведенных в данных подборках, это постпанк новой волны. Хотя на самом деле настоящие думеры слушали не только постпанк, и исполнители были немного другие. Всем привет, меня зовут Фил Кек, и в этом видео я расскажу вам про думерские песни, которые слушали еще до того, как Spotify пришел в Россию, а музыка ВКонтакте стала платной. Я расскажу вам именно про русскую, нашу отечественную музыку. Про те группы, которые делали свою музыку до того, как вся эта наша индустрия развилась. Но предупреждаю, это лично мой плейлист. Если на видео забрели думеры, то напишите в комментариях про те группы, которые я забыл. Думерская музыка для меня, в первую очередь, это грустные песни. И я уверен, послушав то, что я вам сейчас предложу, вы будете ностальгировать по тем моментам в жизни, которых у вас еще даже не было. Приятного прослушивания, ну скорее просмотра, потому что по понятным причинам я не могу вставлять музыку в свой видос, потому что ролик не просто пожелтеет, но и покраснеет, а я этого не хочу. Весь мой составленный плейлист вы сможете найти в моем паблике или в телеграм-канале. Итак, начинаем. Но перед началом спонсор. Как-то раз я хотел сделать дискорд-сервер, но он развалился быстрее, чем Советский Союз. С меня хватит, я не хочу этим заниматься, поэтому приглашаю вас в трактир Смеющаяся Крыса. Там вы найдете веселую компанию, сможете лампово пообщаться и даже найти тиммейтов для своих игр. Более того, если вы музыкант, то администраторы предоставят вам площадку для исполнения ваших шедевров. Администрация будет рада видеть вас на этом сервере, заходите к ним. Выпивка лимонада за мой счет. Ссылка в описании. Плохо поколение фит-убийцы. Очень характерные строки, потому что песня про то, как поколение уживается со своей бессмысленностью. Со своим пониманием этого мира и раскрытием того, что будущее оказалось не таким ярким, какое нам представляли другие люди. Группа «Плохо» была образована в Новосибирске в 2013 году, а песня «Поколение» выпущена в 2015 на фите с убийцами. Вот этот низкий голос, который пропевает все это поколение и высокий звонкий вокал девушки на фите с убийцами, показывают тебе вот эту уродливую, но в то же время душевную эстетику ебен... Классная песня. Четыре позиции Бруно на двоих. У данной группы практически 20-летний стаж написания музыки. Четыре позиции Бруно – это Уральская электронная группа, которая была образована в 2002 году. Группа выпустила более 30 альбомов, но вот песня на двоих, она каким-то магическим и даже чудовищным образом погружает тебя в ощущение чего-то чужеродного, что есть у тебя в организме. Ты поселился в животе, ты не спешишь наружу, ты зреешь в скользкой темноте, как плод, который мне не нужен. Эти слова и вообще песню можно интерпретировать как о каком-то экзистенциальном ужасе, который у тебя появился в желудке. Не зря Курт Кобейн говорил, что он поет от ощущения боли в своем желудке. С другой стороны, это может быть песня о взаимоотношении и взрослении с той болью, которую ты осознаешь, начинаешь осознавать и проживать эту жизнь уже не так, как в подростковом и детском возрасте. Очень мощная песня, вот этот измученный, надрывистый, но искренний вокал, он тебя прям вот погружает во всю эту смуту, которую создает группа 4 позиции Бруно. И есть подозрение, что вот эта песня это большая отсылка на фильм «Грязь». Ну, вы можете посмотреть, либо почитать, равнодушным вас это произведение точно не оставит. Данная песня была выпущена еще до того, как гаражная группа «Щит» обрела популярность. Данная группа была основана в 2015 году в Ярославле. Один парень по имени Никита Кислов просто решил делать музыку и выкладывать ее в паблик ВКонтакте. И тут понеслось. Гаражное, такое объемное звучание с меланхоличными текстами и грустной такой томной лирикой привлекло внимание подростков и в том числе меня. В песне «Вы» поднимается тема отстранения от общества, от бессмысленного цикла существования, от мерзости, которая была порождена другими людьми в самом себе. И это прям очень классно, мечтательно проходит сквозь тебя во время прослушивания. Но в этой песне есть проблеск надежды. Эта песня – претензия на выход из общей вот этой массы. Потому что «Мне надоело быть вашим никем, я хочу хотя бы для себя стать всем». Это не эгоизм, а именно намерение личностного роста в одиночестве. Пусть это и кажется очень болезненным. Буэрак. Шаги. Кто не слышал про группу Буэрак? В свое время об этой группе говорили все. Их даже назвали «Новой русской волной». Хотя группа Буэрак появилась в 2014 году. А песня «Шаги» вышла в первом студийном альбоме группы – «Танцы по расчету». Знаете, вот эта песня очень сильно передает ощущения целого поколения. Потому что это такой крик, который обернут во что-то меланхоличное и ритмичное. Потому что это постпанк. Песня тебя качает, как будто разворачивает в прошлое. Потому что ты вспоминаешь все вот эти моменты в обществе, когда ты был в своих мыслях. Ты шел и видел других людей, которые тоже одни. Но я один и кто-то за спиной один. Мы идем вдвоем. Вот это единение, которое появилось в комментариях под думерскими плейлистами, эта песня прекрасно отражает. Социум воспринимается враждебно. Однако есть маленький огонек надежды. Надежды увидеть, встретить того или тех людей, которые поймут тебя. Но пока что это просто шаги. Вот эта группа просто легендарная. Образовалась она в 2009 году в Питере. На мой взгляд, точнее на мой слух, у этой группы была самая мощная энергия, которую они передавали тебе через свои песни. И вокал солиста звучит как крик. Это скрима группа. Но аранжировки, которые были во всех песнях, они отличались от типичных скрима групп. Это было что-то схожее с пост-роком, потому что там очень серьезно ребята подходили к звучанию. Для меня это стало открытием, потому что я никогда не слушал скрима группы, вот где солисты, вокалисты просто, ну, кричат, разрываются. Но состояние птиц — это просто вой. Это вой боли и страдания, которые ты ощущаешь, когда слушаешь их песни. Мы будем кричать за каждого из тех, кому больно и страшно, и ты это реально чувствуешь. Возникает ощущение, что ты слушаешь ансамбль птиц на кладбище, которые отпевают всю эту реальность. Это опять же отстранение, как в группе щит, но оно более жесткое, хлесткое и более надрывистое. Здесь уже нет вот этой меланхолии и романтичных каких-то вайбов. Это открытие глаз на весь мир. «Пора увидеть мир, гниющий за блеском витрин». Просто потрясающая группа и в особенности вот эта песня. «Don't leave me, I are trying to get free, why?» Если вы послушаете эту песню, то вы вряд ли поверите изначально, что она была написана человеком из России. Это идея музыка электронная, но поверьте мне, вот именно вайб, который через тебя проходит, это просто вот мурашки по коже. Как будто ты завис между небесами и облаками, и ты проживаешь какие-то моменты, которые хочешь прожить в своей жизни. Или же чувствуешь какую-то магическую связь, неизвестно вообще с чем. И, блин, ребят, это та музыка, которую просто невозможно словами описать. Такое надо слушать. Грустная, качевая музыка, вот если сказать очень просто. Святослав Свидригайлов «Супермаркет». Несмотря на то, что данная песня является одной из самых популярных у автора, существует очень много классных песен разного эмоционального спектра, которые сочиняет Святослав. В своем проекте «Сатана печет блины». Но вот именно песня «Супермаркет» она для меня очень много значит. Это «Ночная прогулка». Это песня о том, как мысли грохочут у тебя в голове ракетами. Дворы, закоулки, пустующий паркинг, шаги в тишине. Это очень простая, даже минималистичная, но искренняя песня о тех вот мимолетных мгновениях, которые случаются в молодом возрасте. Я до сих пор считаю, что Святослав просто пророк, он опередил время, он показал вот эту эстетику ебеней раньше всех. Я родился в нормальной семье, я ходил по нормальной земле, я в нормальную школу ходил, и в нормальный я вуз. Я поступил на нормальной работе затем, я нормальный возглавил отдел, и нормально отсиживал зад, получая нормальный оклад. И если вы внимательно ознакомитесь с творчеством СПБ, то вы поймете, что это неопанк. Это чисто думерский протест, эпатажный, декадансный, но очень-очень душевный. И песня Супермаркет, она вроде бы простая, но попадает вот прям в точку. Валентин Стрыкало, Кладбище самолетов. Я заметил, что группа Валентин Стрыкало становится с каждым годом как будто актуальнее. Многие зумеры, которые открыли для себя песни этой группы, осознавали, что она уже распалась. Но какие же классные песни сочинял Юра Каплан и исполнял в своих группировках, так скажем. Кладбище самолетов это одна из самых прекрасных песен, которую я слышал вживую. У них вышел последний альбом в 2016 году, который до сих пор является очень и очень мощным. Но до этого творчество было другим, и были более стебные такие песни. Но вот Кладбище самолетов, потрясающее звучание, вокал и сам текст, он прям вот прекрасно ложится на тот вайб, который сделали в группе Валентин Стрыкало. Аптека Февраль Ну и сейчас я вырываю из сердца самое откровенное. Мне даже сложно говорить об этой группе, об этой песне. Песни вот этого малоизвестного исполнителя в очередной раз дали мне подтверждение. Музыка действительно лечит. Это песни под гитару, но спетые шепотом. Это тихие, но очень чувственные песни о том, что было, о том, что будет, о том, что есть. Как будто старые, но сокровенные воспоминания. Как будто последнее слово перед сном. Нежное и проникновенное. Именно сейчас я вижу твои руки. Я помню твои руки. Это нужно послушать. Группа до сих пор выпускает песни, поэтому зацените. Чинацкий хейт ми тонем в море. То ли ты, то ли я утопаем во снах. Мне понравилась эта песня «Тонем в море», потому что это как будто вот очень глубокое погружение в прошлое под вот эти обволакивающие звуки. И это уже даже не просто музыка. Это какая-то история. Это обрывки воспоминаний, которые вызывают тебе эта песня. По крайней мере, когда я слушал эту песню, у меня просто вот, знаете, по моему телу просто проходила вот эта тоска. Я слушал, слышал, вспоминал, воображал. И я реально не находил ничего подобного в отечественной индустрии. Это слишком классно сделано. Это звучит как саундтрек, но который ты можешь подставить под свою жизнь в тяжелые моменты. Радость моя, люби меня, люби. Если вы думаете, что именно Гречка первая сделала культовый кавер на песню «Люби меня, люби» от петых мошенников, то вы ошибаетесь. Вообще, знаете, постпанк романтизирован. Мы, думеры, хотим, чтобы еб... А что еб... Правильно, ВИЧУХА. ВИЧХАУС ВИЧХАУС – это самое мрачное, что было у нас у думеров. Я не могу вам описать, что такое ВИЧХАУС, но вот эта песня «Люби меня, люби» группы «Радость моя» – это что-то очень пронзительное. О группе вообще не так много известно, и она покрыта некоторой тайной, но так даже лучше. У них есть и другие песни, которые очень мрачные, но очень красивые. Но вот именно «Люби меня, люби» сделано просто потрясающе. Элли на маковом поле «Пей, моя девочка» на слова Александра Вертинского. Помню, нашел эту песню на просторах ВК, и она чем-то меня зацепила. Песня под фортепиано с приятным женским голосом. Это, знаете, вот так вот просто красиво и грустно. Такого реально сейчас мало где встретишь. Такая искренняя трагичность иногда очень приятна на слух. И мы подобрались к последней песне. Наверное, это самая яркая песня, которую я слушал в самые грустные, мрачные моменты моей жизни. Это «Промышленность. Молодость». Ну что сказать? Эта песня так незаметна, но так четко отражает молодость, что у меня даже слов нет, как будто пролетающие птицы за окном. Строки в этой песне, они настолько точно попадают в настроение. Сама мелодия такая красивая и такая простая. А голос, голос человека, который просто решил записать песню, выложить, не на стриминговые площадки, никуда, просто в ВК. Песня разлетелась, но сам музыкант уже давно больше ничего не выпускает. И это очень характерно для тех времен. И закончить это видео я хочу цитатой из этой песни. Ты увидишь ответ впереди. Ты поймешь, не все так гладко, как показывает ТВ, как написано в той тетрадке. Спасибо вам за внимание. Цените свое время. И помните, что от любых невзгод может помочь хорошая музыка. Она вас излечит. Услышимся в новых видео. Пока. Наконец-то я записал этот ролик. Ура. 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 Субтитры создавал DimaTorzok